наконец-то можно приступать к отливке сверла вы ребятам не советовали в комментариях не мучиться взять нормальную эпоксидку литьевую я так и сделал заказал вот такой фирмы artline смола crystal эпокси я тут уже поэкспериментировал действительно она получается очень прозрачная как стекло еще мне понравилось что она очень жидкая текучая приятно работать с ней до этого у меня была в ростове я покупал неизвестного производителя непонятно почему она вообще называлась литьевая очень густая с ней я конечно помучился приходилось ее достаточно интенсивно греть чтобы она хоть как-то начала растекаться а с этой работать одно удовольствие в общем ссылочку оставлю друзья в описании кому интересно зайдите посмотрите почитайте поизучайте ну а я приступаю к заливке да и совсем забыл еще один плюс это наш отечественный производитель это очень круто что у нас есть такое производство текущую а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прошло двое суток... Я думаю, уже какую-никакую прочность эпоксидная смола набрала... Самое время посмотреть, что у нас получилось... Аккуратно достаем, не спешим... Но видно, что пузырьки полностью не вышли... Меня радует цвет сверла... Что сверло не поменяло свой цвет, как на предыдущих моделях... Вот так... Еще меня очень сильно радует, что форма все-таки у меня получилась многоразовая... Что ее можно почистить при необходимости... Смазать, проверить на отсутствие мусора... И использовать еще раз... Форма отличная получилась, ребята... Ну а вот сверло... Вот эти вот места примыкания... Тут небольшая бахрома... Это все зачищается вручную... И сверло будет идеальным... Итак, давайте посмотрим на эволюцию... Вот оно первое сверло... Которое было отлито в цельной... Вот в этой форме... В которую я добавлял... Обычный краситель... Для эпоксидной смолы... Но, как видите, эпоксидная смола... Очень сильно... Приобретает немножко такой зеленоватый цвет... То есть этот пигмент, краситель... Он просто мигрирует... И закрепляется в верхних слоях эпоксидной смолы... Нам такой эффект не нужен... Вот уже второе сверло... Как вы видите здесь... Огромное количество пузырей... А это сверло я уже отливал в этой же... Первой зеленой форме... Цельной... Но еще использовал дегазацию... Как видите... Пузырей уже практически нету... Намного меньше... Но сверло опять получилось зеленоватым... И вот уже третье сверло... Его еще нужно будет немножко доработать... Убрать вручную стык... Вот эту бахрому... Этот стык от двух половинок формы получается... Но это неизбежно... Но зато форма получилась многоразовая... Так что, ребята... Одно из самых главных правил... Если вам нужна кристально чистая эпоксидная смола... Не добавляйте в силикон никаких обычных красителей... Краситель должен быть полимерный... То есть он должен связываться с силиконом навсегда... Я это делал лишь для эксперимента... Чтобы посмотреть, как вообще силикон окрашивается... Потому что еще не знал, что есть полимерные красители... Поэтому провел такой эксперимент... Очередное сверло... На этот раз... Я дегазировал только эпоксидную смолу... До заливки ее в форму... Потом я ее просто... Отливал... И в форме я уже не дегазировал... Мне кажется, в этом и была моя ошибка... Аккуратно... Брюки превращаются... Да, видите... Ни одного пузырька... Практически ни одного... Тут мелкие-мелкие... Так, давайте посмотрим... Какое оно получается... Ну это уже идеальное, я считаю... Пузырьков... Ну тут есть какие-то мельчайшие... Но их практически не видно... В общем, ребята... Дегазация в форме... Она не нужна... Как я и предполагал... Что дегазированная эпоксидная смола... Уже после того, как мы ее залили в форму... И начинаем еще раз дегазировать... Уже с самой формы... Воздух, который остался между двух половин... Начинает еще раз проходить через эпоксидную смолу... И наоборот, начинает насыщать ее... И времени, которое нужно на полную дегазацию... Немножко не хватает... Она уже начинает полимеризоваться... И начинает застывать... А с такой технологией... То есть мы отдельно дегазируем смолу... И очень аккуратно заливаем ее по стеночке форму... Получается идеально... Это сверло должно еще набрать прочность... Дня три-четыре... А может быть и пять... У меня с такой температурой... 15 градусов здесь всего лишь... А доводить до ума... Зачищать и полировать... Я буду третье сверло... Которое получилось у меня с пузырьками... Но это круть... Это уже идеал... А это сверло я опять же помещаю в очень ровную форму... Которую я сделал... Чтобы сверло не потеряло свою геометрию... Чтобы не искривилось... Потому что оно еще достаточно гибкое... И полную прочность при такой температуре... Уже по опыту... Оно наберет дня через четыре... Не раньше... Моя прелесть... Обработал сверло... Снял все уступы... Все... Теперь можно переходить к более мелкому номеру... И доходим до 1000... А потом полируем... Интересно как на просвет... Но пока не очень... Видно что матовая поверхность... Не сильно она прозрачная... А нам нужно добиться... Как можно... Более кристальной чистоты... Сейчас будем доводить до идеала... Сие чудо... Я... Полировать буду с помощью болгарки... На самых низких оборотах... Установил сюда поролоновый круг... Есть у меня... Тремовская паста... Первый номер... Поехали... В общем действовать нужно очень аккуратно... Как можно крепче держать сверло... Чтобы оно не вылетело... Замучился... Поехали... 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 Я немножко полировать... Но кое каких... Результатов... Я добился... Посмотрите... Какая красота... Даже не думал... Что так хорошо получится... Очень хорошая эпоксидка... Имеет прекрасную... Прозрачность... Хорошо обрабатывается... Короче... Эпоксидка мне очень понравилась... Посмотрите... Даже все цифры... На своем месте... А вот и оригинал... Абсолютно два идентичных сверла... Только одно... Прозрачное... Интересно... На сколько карат тянет данный бриллиант... Если учесть... Что метрический карат... 0,2 грамма... А здесь 300 грамм... То получается... Полторы тысячи карат... Ну да... Давайте посмотрим... Как теперь на просвет... Совсем другое дело... Теперь попробую подсветить снизу... Посмотрим как сверло свет пропускает... По-моему этот эффект надо использовать... Ребята... У меня появилась даже сразу... Одна задумочка... Которую я думаю мы воплотим... В одном из ближайших видео... Класс... Ха-ха-ха... Супер просто... Вот это дичь... Да... Сказочно просто... Никогда в жизни такого не видел... Думаю и вы тоже... А ну-ка попробую светануть лазером... Вы это видите? Ха-ха-ха-ха... Видно луч лазера внутри сверла... Офигеть... Круто... На сегодня пожалуй все друзья... На этом история сверла не заканчивается... Обязательно будет продолжение... А кому видео понравилось... Поддержите лайком... Всем пока... До скорых встреч... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok